В эфире ежедневная программа спорт обзор в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В ближайшие пять минут о самой актуальной теме последних дней. При остановке спортивных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Какие виды спорта ждут незапланированные каникулы? Расскажем сегодня в выпуске. Начнем с хоккея. Розыгрыш Кубка Гагарина приостановлен на неделю. Такое заявление сделало руководство КХЛ. Решение о дальнейшей судьбе плей-офф после отказа от участия Йокерита и Бориса принималось в течение всего понедельника. И в итоге какого-то конкретного выхода из положения пока не дано. Пауза нужна руководству КХЛ, чтобы понять, что же делать дальше. После снятия с турнира финской и казахстанской команды в розыгрыше Кубка остались лишь российские клубы. При этом накануне в Москве было принято распоряжение о полном запрете спортивных мероприятий до 10 апреля. Это значит, что серия между ЦСКА и Динамо в рамках второго этапа Кубка Гагарина в столице не может состояться в любом случае. Учитывая все обстоятельства, руководство КХЛ пока решило не прерывать сезон, а лишь взять паузу. Она нужна для организации согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов. Об этом сообщает официальный сайт Лиги. В каком формате пройдет этот турнир и, самое главное, где и когда, пока остается лишь гадать. При этом некоторые хоккеисты, а точнее легионеры уфимского Салавата Юлаева публично выступили против продолжения плей-офф. Линус Умарк и его коллеги по команде опубликовали посты в своих социальных сетях, где призвали других игроков поддержать их, а руководство Лиги перейти к каким-либо действиям. Добавлю, КХЛ до вчерашнего дня была единственной хоккейной лигой мира, которая продолжала сезон. Чемпионаты многих европейских стран отменены или остановлены. Паузу взяли и за океаном в НХЛ. До 10 апреля как минимум остановлен баскетбольный чемпионат Суперлиги. Новосибирск сегодня должен был отправиться на выезд в Москву, но остался дома. Официальное заявление Российской Федерации Баскетбола о ситуации с угрозой распространения коронавируса было опубликовано накануне. Прекращены все турниры, проходящие под эгидой Федерации. Новосибирцам до конца регулярного чемпионата оставалось сыграть пять матчей. Теперь команду ждет незапланированная пауза. Другой баскетбольный клуб региона «Динамо» регулярный чемпионат уже завершил. Плей-офф в женской премьер-лиге, возможно, отменят, а места будут распределены по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, девушки могут занять седьмое место в турнире и закончить сезон досрочно. Любители волейбола могут вздохнуть спокойно. Матчи пока никто не отменял. Все идет по расписанию. Так, в четверг, 19 марта, в Новосибирске состоится встреча «Локомотива» и «Петербургского зенита» в рамках полуфинала Кубка ЕКВ. Также на конец марта, начало апреля в столице региона запланировано проведение финала шести российского чемпионата. Право принять турнир «Локомотив» завоевал, выиграв регулярный чемпионат. А теперь к другим новостям. В Новосибирске прошло первенство России по борьбе. Причем на коврах боролись исключительно девушки. О том, что привело спортсменок в этот вид спорта и как выступили сибирячки на домашнем турнире, расскажет Александр Ширудила. Соревнования проходят в три дня. Сначала взвешивания и первые поединки, затем утешительные и финальные выходы на ковер. Борьба за главный приз проходит среди 230 участниц из 40 регионов. Чем отличается вот это первенство России среди девушек по вольной борьбе? Ну, во-первых, то, что это первый раз проходит в Новосибирске, что возраст там по себе уникальный. И, естественно, в том, что здесь будет формируется сегодня сборная команда Российской Федерации, национальная сборная, которая будет выступать и на чемпионате Европы 2020 года, и на чемпионате мира. В связи с угрозой распространения коронавируса эти соревнования – одни из последних, которые разрешили проводить на территории России. Помимо этого могут отменить и грядущие международные первенства. Спортсменки и организаторы не отчаиваются. Чемпионат России – хорошая возможность еще раз опробовать себя в спарринге. Ну и, конечно, спарринг совсем другой, потому что на местах большие проблемы. Все равно, как ни крути, ну, в Новосибирске я вот была на мастер-классе, очень много занимающихся. Но такое положение не во всех регионах – одна-две девочки. А как рост у нас напрямую зависит от спарринга. Поэтому мы собираемся на сборах, чтобы повышать свое мастерство. Распространен стереотип о том, что борьба – не женский вид спорта. Участницы в корне не согласны. Говорят, на женственность он совсем не влияет. И для тех, кто хочет заниматься борьбой, чужое мнение – неважно. Я занялась таким видом спорта, реализовала себя как человек, как спортсменка. Полностью сегодня независимая, самостоятельная. Поэтому я всех девочек призываю родителям. Также хочу сказать, чтобы они не боялись отдавать своих девочек, потому что это никак не отражается на мужественности. Природа есть природа. Все равно, когда мы заканчиваем и в жизни повседневно, мы такие же девочки, как и все. Сразу три спортсменки из нашего региона пробились в финалы в своих весовых категориях. Первую схватку провела Диана Лысенко, в итоге завоевав серебряную медаль. Тренер, который меня секундировал, сказал, что отборолась. Но я хорошо. Но точно я понимаю, что не идеально. Но все-таки плюсов больше, чем минусов. Ну, вы довольны с собой все-таки? Да. Все финалисты получают возможность поехать на первенство Европы. Но нынешней весной воспользоваться этим правом будет непросто. Спортсменки-вольницы, как и представители десятков других спортивных дисциплин, ждут изменения международной обстановки и возвращения календарных соревнований. На этом выпуск завершен. Следите за новостями новосибирского спорта и в социальных сетях. Вступайте в группу программы ВКонтакте и подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин